Всем привет, с вами канал Science Daily и это новости науки и космоса. Правительство США может отменить миссию по доставке образцов с Марса на Землю. Сенат США поставил перед НАСА задачу не выходить за рамки бюджета или отменить миссию по доставке образцов с Марса под названием Mars Sample Return. Если НАСА не сможет в течение 6 месяцев разработать план, который позволит ограничить расходы на миссию до 5,5 миллиардов долларов, то оставшаяся часть финансирования в размере 300 миллионов долларов будет направлена на другие программы и в первую очередь на программу Артемида. Интересно, что другие планетарные научные миссии, такие как миссия к Венере Веритас, которая в настоящее время отложена на неопределенный срок, а также миссия к спутнику Сатурна Титану Дрэгонфлай, не получат дополнительного финансирования, даже если миссия Mars Sample Return попадет под сокращение. Такой уровень неопределенности неприемлем для столь амбициозной марсианской миссии, которая на самом деле уже начата. Ведь марсоход Перси Веренс уже собрал и подготовил более 10 пробирок марсианского грунта для отправки их на Землю. И если программа будет свернута, тогда получится, что Перси Веренс внушительную часть своего рабочего времени потратил впустую. В настоящее время независимая экспертная комиссия оценивает целесообразность проекта и их доклад, который может быть представлен в сентябре, почти наверняка решит судьбу миссии Mars Sample Return. Ну а если зайти на официальный сайт агентства НАСА и посмотреть запланированные миссии на ближайшие 3 года, то станет понятно, что агентство бросило все силы на возвращение астронавтов на Луну. Ведь почти половина запланированных миссий так или иначе направлены на исследование потенциальных мест высадки астронавтов и строительство лунных баз. Во-первых, в ближайший год должны состояться две миссии по отправке лунных посадочных модулей компании Интуитив Машинс на южный полюс Луны. В ходе первого запуска на поверхность Луны должен высадиться посадочный модуль Nova Sea, на борту которого будет 6 научных приборов НАСА. Цель этой миссии – изучение космической погоды и лунной поверхности, отработка технологий точной посадки, связи и навигации для будущих миссий. Посадка второго аппарата компании Интуитив Машинс должна состояться в начале 2024 года. Ожидается, что в ходе этой миссии буровой аппарат посадочного модуля пробурит лунный грунт до глубины в 1 метр, чтобы взять пробу грунта и провести анализ на наличие в ней воды. Эта миссия станет первой демонстрацией добычи водных ресурсов на Луне. Также НАСА в ближайший год планирует запустить небольшой спутник Луна Trailblazer, предназначенный для изучения количества воды на Луне и ее распределения. Кроме того, агентство финансирует другой проект американской компании Firefly Aerospace, в рамках которого планируется посадка лунного модуля с 10 различными полезными нагрузками в неполярный регион Луны. В частности, на борту этого модуля будет электродинамический пылезащитный экран, в котором с помощью неоднородного электрического поля будет создаваться барьер для частиц лунной пыли. Эта разработка, возможно, в будущем найдет применение в скафандрах, объективах камер и солнечных панелях. Но на этом еще не все. Еще один лунный посадочный модуль от компании Masten Space Systems с девятью научными приборами должен быть запущен к Луне в ближайшие пару лет. Он доставит на поверхность нашего спутника небольшой робот-вездеход Moon Ranger массой около 10 кг, который должен продемонстрировать способность быстро перемещаться на большие расстояния по лунной поверхности с автономной навигацией и без возможности связи с Землей в режиме реального времени. Также миссия Perigreen компании AstroBotik, которая должна была стартовать к Луне весной текущего года, это тоже проект, финансируемый NASA. Модуль Perigreen уже готов к запуску, но из-за неготовности ракеты Vulcan компании United Launch Alliance запуск отложен на неопределенный срок. А второй модуль компании AstroBotik доставит на южный полюс Луны луноход NASA Viper, который будет исследовать лунный грунт в радиусе около 20 км от места посадки модуля. Ну и финальным аккордом этой череды миссий на Луну станут миссии Артемида-2 и Артемида-3. В ходе миссии Артемида-2 четверо членов экипажа, трое из NASA и один из Канадского космического агентства, совершат 10-дневный полет вокруг Луны на корабле Orion. И это будет первый полет с экипажем. А в ходе миссии Артемида-3 впервые более чем за 50 лет на поверхность Луны должны высадиться астронавты NASA.